Приготовились. Начали. Не только у нас в России, но и во всех странах. Поэтому знать ее, я считаю, должен каждый военнослужащий при любом удобном моменте применять ее. Соответственно, скрытно передать информацию, либо перехватить сигнал противника, это должен уметь каждый разведчик. Сам Тагаров 10 лет отслужил в спецназе. Он один из руководителей военно-патриотического клуба «Тайфун». Сюда после уроков бегут со всего города. Еще бы строевая ходьба, инженерная подготовка, элементы рукопашного боя. Главная задача – вырастить настоящего защитника Родины. Сейчас вот этот год, то, что люди служат, парни, это вообще ни о чем. Раньше служили по 20 лет, и все нормально было. А сейчас это вообще ни о чем. Я думаю, что хоть что-то, но ты должен дать своей Родине, и ты должен что-то вынести в развитие ее. В Дальнереченске военно-патриотические клубы действуют в каждой школе. Территория здесь героическая. Многие знают и помнят о боях за остров Даманский. Это город с зелеными погонами, город-пограничник. И поэтому нам сам Бог велел заниматься военно-патриотическим воспитанием. Детей мы не просим ходить в эти клубы. Дети сами являются инициаторами того, чтобы создавать вот такие клубы. Опять же, направления совершенно различные. В Приморье в этом году примут краевую программу по военно-патриотическому воспитанию. Поручение дал Владимир Миклушевский. Глава региона подчеркнул. Цель патриотического воспитания – сплотить всех жителей, независимо от их социального положения и возраста. Данил Макарычев, Анатолий Барышников и Юрий Кулешов. Панорама. Поручено Федеральному агентству по делам молодежи. Координация... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова